Погружение в косметику у меня случилось, когда я оказалась в СИЗО, поэтому теперь я во власти злых духов. Но если руки у вас растут со садницы, как они растут меня, то это идеальный крем для вас. И думать тоже не нужно. Ну, понятно, да, всякие там прыщи, не прыщи. Мы их просто несколько взрыхлим. Берем палец, берем тени, мы достаем розовую палочку. Она предназначена абсолютно для всего. Ну, в общем, берешь их и рисуешь. Плевать абсолютно на все заветы. Но и сегодня мы вас желали, потому что ее потом хер смоешь. Достался мне поблату, чтобы он прям откровенно у вас належал кусками. Если уж на уголовный кодекс мы плюем, то в косметике, дорогой избиратель, мы все правила соблюдаем. И в улице интересно. Здравствуй, дорогой избиратель. Сегодня мы поговорим о мейкапе и о том, как делать мейкап. Сразу хочу уговориться, что мейкап потрясающе не важная вещь. Потому что, когда я подрастала и смотрела на девочек в своей школе, многие говорили мне, почему же ты не пользуешься мейком? Я говорю, а у меня есть другие дела, мне просто нужно поступать в университет, я не хочу пользоваться мейком, потому что это долго. Поэтому, когда я подросла, я придумала для себя мейк, который графический, достаточно безумный и очень-очень легкий в использовании. Мейк, который занимает от 30 секунд до 4 минут, это для меня ключевое. И главная его особенность заключается в том, что, когда вас арестовывают менты, они чувствуют себя неудобно. Потому что вы выглядите смешно, мило, cute. И если они вас арестовывают, то они выглядят просто полнейшими дебилами. Поэтому, если вы хотите винтиться так, как пустирайт, то вам сюда. Главное правило мейка для меня — чувствовать себя без мейка так же комфортно, как и с мейком. Ну что, поехали? Давайте начнем делать мейк. Дорогой избиратель, стадия первая — это увлажнение. Я пользуюсь этим кремом, но совершенно не означает то, что им должен пользоваться ты. Делайте все, что вам удобно, и делайте вообще все, что хотите. Этот крем мне оставляет на моей коже ощущение липкости, то, что я терпеть не могу. И когда мою дочку попробовала этот крем, она меня похитила немедленно и сказала, что ни тем, ни другим больше пользоваться не собирается. Вы спросите, как же так сложилось, что пустирайт пользуется Шесейда вообще, Мажоры? Сложилось так, что впервые кремами специализированными я стала пользоваться в тюрьме, потому что у нас было очень много сторонников, и они нам отсылали всяческие няшные штуки с воли для того, чтобы мы чувствовали себя круче в колонии. И в колонии очень важно, всякие маленькие детали, типа, допустим, туши или теней, или крема, они действительно делают ваш день. И, в принципе, первый, наверное, опыт действительно погружения в косметику у меня случился в 22 года, когда я оказалась в СИЗО, а потом в Вардовской колонии. И наши друзья и сторонники пересылали нам туда всякие крема, и одним из этих кремов оказался этот крем. Следующая наша стадия — это создание тона кожи. При создании своей мейкап-ротины я всегда исхожу из того, что я человек ленивый, когда дело касается ухода за собой. Поэтому мне важно, чтобы все происходило максимально быстро, поэтому я пользуюсь умным кремом, который ты просто наносишь на свою кожу, и он создает тебе идеальный тон без каких-либо усилий с твоей стороны. И давайте это сделаем. Замечательная вещь, действительно совершенно жизнеспасительная, особенно для тех, кто не хочет тратить время на мейкап. Такие люди, ленивые мейкапы, как я, они очень сильно выигрывают от того, что есть такой продукт. Плюс его еще заключается в том, что тут есть SPF-фактор 30. При этом я это обнаружила только после того, как пользовалась им уже в течение, наверное, лету. И я бы сказала, о, вау, классно, SPF 30. То есть, оказывается, все это время моя кожа была защищена. Плюс этого крема заключается в том, что ты практически не можешь свокапить в том, как ты его наносишь. И, в общем-то, никаких техник, спонжей и вообще ничего не требуется. Поэтому, если руки у вас растут с задницей, как они растут у меня, то это идеальный крем для вас. Это умный крем. Он подстраивается к тону вашей кожи. Поэтому ничего подбирать не нужно. И думать тоже не нужно. Впервые, когда я попробовала этот крем в пробнике, я очень испугалась. Потому что я нанесла его себе на лицо. И он был белый сначала. Вот, белый. А потом он превратился, сука, в цвет кожи. А-а-а. И я подумала, что, наверное, какие-то злые духи обитают в этом креме. Поэтому я где-то еще год его всячески избегала. А потом поняла, что просто ничего удобнее нет. И сдалась. Поэтому теперь я во власти злых духов. Часто я наношу только этот крем на себя. И бегут куда-то по своим делам. Они мне говорят, о, господи, ведь на тебя же тон на мейкапы. Ведь ты же феминистка. Как ты можешь себе это позволить? А на деле это всего лишь такая маленькая горошинка вот этого крема. Который очень здорово выравнивает до вашей кожи. И вы выглядите интересно. Ну вот из этой всей палитры я чаще всего использую просто вот эту тему, как консилер. И использую я это совершенно далеко не всегда. Но иногда меня пропирает. И поскольку сегодня я вам рассказываю про мейкап, то меня пропирало, соответственно. Ну понятно, да, всякие там прыщи, не прыщи. Вообще прыщи замазывать совершенно необязательно. То есть почему-то у нас считается, что прыщи это плохо. Но сегодня мы делаем такой мейкап, в котором мы их замазываем. Но потом, может быть, в следующий раз мы сделаем туториал, в котором мы не будем замазывать прыщи. Потому что я считаю, что нужно переосмыслять отношение к всяким естественным проявлениям кожи. Сегодня мы делаем конформный мейкап. Цель которого заставить шминтов, которые вас арестовывают, чувствовать себя неудобно. Вот. Такая история. Дорогой избиратель, следующий у нас в нашей лотереи, это пудра. Вот что я использую. Это пудра 5-цветная. Потому что на мой вкус, на мне уже достаточно цвета. Использую я ее далеко не всегда. А только в тех случаях, допустим, если мне нужно появиться на каком-нибудь сливидении, и там много света, и очень-очень сильно заметен любой блеск. Как правило, блеск меня совершенно не смущает, но при ярком свете блеск вот в этих местах немножко подбешивает. Поэтому мы его убираем. Та же история, что и с умным кремом. Пудра, которая нету цвета, привлекает меня тем, что практически невозможно свока пить. Поэтому в темной машине, в тазаке, в тюрьме, в карцере вы можете наносить эту пудру и, в общем, быть уверены в том, что она принесет ожидаемый результат. Однажды я гостила у своего знакомого музыканта и просто примеряла разные латексные наряды. И примеряла я наряды, и вышла из шкафа, и встречаю Kat Von D. И Kat Von D мне говорит, слушай, Надя, хочешь косметики? Тебе загоню. Я говорю, конечно, хочу, сестра, о чем ты говоришь? И через неделю ко мне приходит целый набор косметики Kat Von D. Будьте как Kat Von D, очень обращаясь сильно к Шесейде, пожалуйста, пришлите мне бесплатные косметики, очень хочется. Дорогой избиратель, следующий пункт – это брови. Очень просто. В моей этике эстетики мейкапа брови должны быть, насколько возможно, более безумными. Соответственно, мы их просто несколько взрыхлим и оставим так стоять. Если вы у меня спросите что-то про всякие краски для бровей, я ничего не знаю об этом, потому что брови черные, и никогда я их не красила. Вот. Собственно, и все. Дальше мы немножечко поработаем над глазами, и следующая наша штука – это тени. Такие тени. Проще простого. Понятные ежику. Берем палец, берем тени. Профит. Вот. Готово. Дальше мы достаем розовую палочку. Вот наша розовая палочка. Она предназначена абсолютно для всего, и поэтому я ее использую для всего. И, наконец, самое важное. То, с чем мы ставим эти знаменитые точки – айлайнер. Очень люблю этот айлайнер. Очень всем советую. Что совершенно не означает, что вы должны следовать моему совету, а жить вы должны так, как вам задумается. И вообще плевать абсолютно на все заветы. Но я пользуюсь этим лангклоновским айлайнером. Вообще весь этот туториал можно свести к обучению, как нарисовать стрелки за 5 секунд. Ну, в общем, берешь их и рисуешь. И вообще плевешь абсолютно, а то ровные они или нет. Потому что, ну, честно, поебачься. А вот, господа и стрелки. Больше всего бесят всякие люди, которые начинают долго рассуждать на теме того, как же намеренно нарисовать стрелки и потратить на это полчаса. Вот из таких людей найкапом пользоваться не хочется. Но когда вы увидите то, что стрелки можно нарисовать за 30 секунд, почему нет? А дальше мы можем воспользоваться тушью. Опять-таки, если мы желаем. Но и сегодня мы возжелали воспользоваться тушью, поэтому сначала мы используем щипчики для того, чтобы немножко загнуть ресницы. И потом пойдут тоже щипчики. Любые щипчики. Дешевеющие щипчики. Всякие господа, которые мне делали мейкап когда-то, они долго прям работали этими щипчиками. Но поскольку мне лень, я делаю это все по-разному. Воспользовались щипчиками, и теперь мы можем перейти к туши. Тушь. Любая. Не люблю тушь, которая waterproof, потому что ты ее потом хер смоешь. Ну, конечно же, вы мне скажете то, что специальными средствами очень удобно смыть и все прочее, но я периодически оказываюсь в ситуациях, вроде того, что я в джунглях Амазонки, и там не то, чтобы нету спецсредств, а там даже мыло нет. А я с тушью водоотталкивающей. Вот что вы мне скажете делать. Поэтому я думаю, что для моей активистской жизни обычная тушь, которая отлично растворяется в один, подходит мне больше. Вообще же тушь я использую достаточно редко, потому что она создает ощущение того, что у меня много косметики на глазах. Ну, индивидуальные ощущения, в смысле мне просто трудно с этим долго ходить. Ну, если, допустим, мне нужно записать видосик или сделать фотошут, то я не против воспользоваться тушью, но дальше в течение нескольких часов мне хочется ее смыть. То есть это не очень такой долгосрочный мейкап для меня. Ну, и в туши есть своя прелесть, поэтому мы можем иногда воспользоваться. И, дорогой избиратель, последняя вещь, которая нам сегодня пригодится, это хайлайтер. Вот такой замечательный глоссиер-хайлайтер, который достался мне по плату, потому что после райт выступали на гей-прайде, организованном Чарли Экси Экси и Трой Севан. И нам выдали какую-то тонну косметики от Глоссиер. И, надо сказать, долго я ее пыталась игнорировать. Не знаю почему. Просто она лежала у меня. А потом я понимаю, что это на самом деле очень классный хайлайтер. Ну, наверное, самое главное в хайлайтере, чтобы он прям откровенно у вас належал кусками. Вот если вам хочется, чтобы он належал кусками, то, опять же, почему бы и нет. Ну, я обычно стараюсь немножко его размазать, чтобы соблюдать хоть какие-либо правила. Если уж на уголовный кодекс мы плюем, то в косметике, дорогой избиратель, мы все правила соблюдаем. Ну что, вот можем так делать еще, немножко сделать брови еще более безумными и наслаждаться собой. Девочки и мальчики, сахарные улицы, там под облаками милиционеры целуются. Девочки и мальчики, сахарные улицы, там под облаками милиционеры целуются.